Всем привет на Киночернике! Сегодня расскажем о новых сериалах телеканала «Россия-1». Собрали много интересного! Приятного вам просмотра! Итак, уже в сентябре этого года мы ждем премьеру исторического детектива «Большой дом» Егора Михалкова-Кончаловского для «Смотрим.ру» и «Россия-1». В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ. Главный герой «Большого дома» – подполковник КГБ Михаил Широков, актер Борис Хвашнянский. Он человек долга и чести, бесстрашный и проницательный. Четверть века он служит в органах госбезопасности. По сюжету ему сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. Теперь главный герой сериала идет по следу и проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Кроме интересного сюжета, зрителям обещают и неизвестные прежде исторические факты, ведь специально для проекта ФСБ рассекретило некоторые документы из ленинградских архивов. Будем очень ждать премьеру и точную дату выхода. В процессе производства для России один находится и новый сериал «Куплю актрису». Он также будет доступен на старт. Последний уже показал трейлер сериала, а телеканал также сообщал о скором выходе проекта. Он расскажет о бывшем пилоте, который стал охранником в телецентре и влюбился в звезду популярного сериала. Ирину Синицыну главный герой любит естественно-безответно. Однажды из-за своего скверного характера Ирина теряет работу, близких и все дружеские и профессиональные связи. Так единственным, кто готов продолжать с ней общение, становится Григорий. Понимая, какой шанс ему выпал, главный герой делает все возможное, чтобы покорить сердце неприступной актрисы. Главные роли исполнили Николай Шрайбер, Анна Антонова, Максим Логашкин и другие. В сериале будет 8 серий. Недавно в Москве завершили съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым в главной роли. В еще одном проекте от старта телеканала «Россия» актер примерил на себя сразу 10 образов. От священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков. По сюжету вор-рецидивист по кличке «Артист» Юрий Стоянов выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, который он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки артиста. Чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам. В комедии 8 серий. Сообщается, что она выйдет в следующем году. А уже в этом году мы ждем премьеру исторической картины «Царская прививка» от Москино. Сериал выйдет в этом году на «Смотрим.ру» и на «России.1». В главных ролях Сергей Марин, Ирина Пекова и Филипп Янковский. История расскажет о том, как в России впервые была проведена массовая вакцинация. В сериале мы увидим, как императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным. Вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от Оспы и объявляет вакцинацию обязательной для всех. Завершающий этап съемок многосерийного исторического фильма «Царская прививка» начался еще в декабре 2022 года. Более того, этим летом Москино объявило и о начале съемок Столыпина. Телепремьера этого исторического сериала запланирована также в эфире телеканала. В проекте примут участие Александр Устюгов, Александр Яценко, Стасия Милославская, Екатерина Волкова, Павел Трубинер и другие. Проект отразит важный период истории Российской империи с 1906 по 1911 год. Основа сюжета – это две равноправные линии, посвященные людям, находящимся по разные стороны баррикад. С одной стороны – председатель Кабинета министров Петр Столыпин, а с другой – революционеры. Покажет Столыпина на телеканале «Россия» не ранее второй половины 2024 года. Кроме того, в Москве и в Твери проходят съемки многосерийного детектива «Овчарка» с Еленой Подкаминской, Антоном Батыревым и Иваном Мулиным. В центре сюжета окажется майор Управления безопасности полиции Анастасия Нестерова. За преданность дела и мертвую хватку коллеги прозвали ее «Овчаркой». Череда драматических событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров отправляет героиню в командировку, в глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайны преступной группировки. А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев Иван Мулин, новый начальник Ершов Андрей Иванов, а также чувство к одному мужчине, и его исполнит Антон Батырев. Немного затянулся показ остросюжетного детектива «Загляни ему в голову». Ключевые роли в нем исполнят Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк и Павел Трубинер. А по сюжету главный герой в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступление главному герою Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. По сюжету его способности – психическая болезнь, и ее нужно скрывать. Начальник и журналистка стремятся разоблачить главного героя, но за него заступается высокое начальство. Непростые отношения у Анатолия складываются и со штатным психологом-криминалистом. Однако постепенное ее мнение о Лунине меняется в лучшую сторону. Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте коллеги. Ну а чем закончится эта история, увидим уже скоро. В рамках этого телесезона также планируют показать и новую медицинскую драму «Лихорадка» с любовью Константинова, Евгением Воловенко, Евгением Сидихиным и другими. Сериал же расскажет о сложной борьбе российских эпидемиологов не только с опасным вирусом в Африке, но и с международной фармкорпорацией. Именно она начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять крота, проникшего в их ряды. Этот сериал был ранее представлен в рамках фестиваля «Пилот». Серий в нем будет 16, а также уже известно, что у картины будет и второй сезон. На медицинскую тематику «Россия-1» также готовит интересный сериал «Доктор Краснов» с хорошим актерским составом. В сериале снимаются Игорь Петренко, Ольга Корасько, Александр Ратников и другие талантливые актеры. Многосерийный фильм рассказывает о талантливом враче, потерявшем память после серьезной травмы. Главный герой не помнит о последних десяти годах своей жизни и лишается возможности лечить людей. Однако он готов начать все сначала и работать даже медбратом, лишь бы остаться в медицине. Но все не так просто. Оказывается, за эти 10 лет Краснов потерял семью, рассорился с коллегами и попал в скандал, связанный со смертью молодого пациента в ходе испытания экспериментального препарата. Чтобы привести в порядок настоящую герою, предстоит снова пережить события прошлого. Более того, идут съемки уже 11 сезона многосерийной драмы «Склифосовский». По сюжету в «Склифе» снова не все спокойно. В главный институт скорой помощи приходит новый главврач и устраивает всему отделению внеплановую аттестацию. Тем временем зав. отделением Ирина Павлова теряет сразу трех врачей, однако находит новых. Супруги Пастухова возвращаются в Москву. В свою очередь Марина получает наследство дом, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина. В отделении же объявлен карантин. Кривицкий, как и многие другие пациенты, заболевает неизвестным вирусом. В новом сезоне к команде актеров присоединится Роман Мадянов. Заслуженный артист исполнит роль нового главврача, с приходом которого «Склиф» ждут большие перемены. «Склифосовский» — это отнюдь не единственное продолжение, которым телеканал порадует своих зрителей, ведь получат новый сезон и тайны следствия. Телезрители вновь увидят непростые дела, которые предстоит раскрыть следователю Марии Швецовой и криминалистам, сотрудникам уголовного розыска. По неофициальным данным, 23 сезон популярного детективного сериала выйдет осенью 2023 года. То есть уже скоро. Кстати, с ночи 14 августа на «России-1» будет повтор 22 сезона. Помимо интересных дел, поклонников «Тайн следствия» ждут и перипетии в личной жизни главной героини. Многие истории в сериале основаны на реальных уголовных делах, но вымесел автора сценария все-таки сохраняют. В новом сезоне главную роль по-прежнему сыграет Анна Ковальчук. Также на съемочной площадке будут задействованы Игорь Николаев, Мирослав Малич, Вячеслав Захаров и Александр Новиков. Будем ждать премьеру, а еще больше новых интересных сериалов в нашем предыдущем выпуске. Еще услышимся на Киночернике.